Уважаемые зрители, если после просмотра данное видео вы посчитаете, что данное видео было вам полезно, просим вас подписаться на наш YouTube канал Банковский Клуб, нажав красную кнопку подписаться под этим видео, а также подписаться на наш Telegram канал, ссылку на который вы найдете также под этим видео. Добрый день, сегодня бы хотел показать вам немножко образовательного контента и рассказать вам, как легко посчитать процент от суммы. И учитывая тот факт, что данный канал на банковскую финансовую тему, также на примере показать, как посчитать процент депозита, то есть сколько вы получите процентов депозита в конце срока. Хочу также сказать, что этот метод, который я вам расскажу, он очень простой и усвоив этот материал, вы в будущем будете владеть свободно умением расчета процентов без калькулятора. Также этот метод подойдет не только для расчета процентов по депозиту, а и расчета любых других величин. Я здесь не буду показывать формулы простых процентов, сложных, если это депозиты, проценты с капитализацией. Я вам покажу и расскажу основную методику и логику, как посчитать проценты от суммы. И если вы действительно хотите овладеть этим навыком, досмотрите это видео до конца и вслушайтесь в то, что я вам расскажу. Итак, не буду раздувать это видео и давайте приступим непосредственно к материалу. Предлагаем вам уникальный сервис. Кредиты на основе вашего кредитного рейтинга. Мы проверим ваш кредитный рейтинг и покажем, кто готов вас кредитовать. На основе вашего кредитного рейтинга покажем список кредитов с одобрением 92%. Ссылку смотрите под этим видео. В первую очередь нужно узнать, как посчитать процент от суммы. То есть нужно научиться считать процент от суммы. В общем, процент от суммы формула такая. Мы берем сумму, делим на 100 и умножаем на процент, который нам нужно узнать. Сейчас подробнее расскажу. К примеру, нужно узнать 30% от суммы 100 тысяч. В таком случае поставим значение в формулу, вот эту первую. Получается следующая формула. Сумма 100 тысяч делим на 100 и умножаем на процент, который нужно узнать. 30. И мы получаем процент от суммы. Если подставить эти данные, то получится, что 100 тысяч мы делим на 100, умножаем на 30 и равно 30 тысяч. То есть 30% от 100 тысяч это 30 тысяч. Теперь немножко подробнее я вам расскажу, что же произошло. А произошло то, что в первую очередь мы 100 тысяч поделили на 100. Почему поделили на 100? Потому что все величины имеют значение 100%. К примеру, мешок картошки, его взвесили, в нем 60 килограмм. Это значит 100%. Это общая величина этого мешка 100%. Произошло то, что нам в первую очередь от 100 тысяч нужно узнать 1%. А как это сделать, это поделить его на 100. То есть поделить на 100%. Почему на 100? Потому что все величины имеют полное значение 100%. После того, когда мы узнаем 1% из вот этой величины, то есть 100 тысяч поделим на 100, мы узнаем 1% и потом сумму, величину этого 1% умножаем на 30%. Получается 30 тысяч. Если, к примеру, у вас есть мешок картошки и в нем 60 килограмм. То есть 60 килограмм это 100%. И вам нужно взвесить 30%, отсыпать 30% с этого мешка. В данном случае мы 100%, то есть 60 килограмм делим на 100%. То есть получается 1% это 600 грамм. И нам нужно узнать 30%. В результате 600 грамм нам нужно умножить на 30. И мы получим значение 18 килограмм. То есть 30% от мешка 60 килограмм будет 18 килограмм. Если считать в таком вот формате. Идем далее. Как просчитать процент от суммы депозита? Формулу мы берем ту же самую. Пример. Вы размещаете депозит в сумме 100 тысяч гривен, долларов, евро. Сроком на 6 месяцев под 18% годовых. Какую сумму процентов я получу в конце срока? То есть сколько мне насчитают процентов по истечению 6 месяцев? То есть у нас есть данные. 100 тысяч это сумма депозита. 6 месяцев это срок депозита. И 18% годовых. Это процентная ставка. Обратите внимание, 18% это годовых. И берем ту же формулу. Сумму поделена на 100 и умножена на процент, который нужно узнать, равно процент от суммы. И давайте подставлять. Есть два метода. Я расскажу. Я буду идти пошагово. И вот первый вариант, как можно посчитать. В первую очередь узнаем, сколько процентов получите за год. Суммы 100 тысяч гривен под 18% годовых. То есть 100 тысяч мы делим на 100 по формуле и умножаем на 18. Равно 18 тысяч. Но при этом 18 тысяч это годовых. В год вы получите 12 месяцев. А у нас срок депозита 6 месяцев. В таком случае нужно поделить на 2, чтобы узнать, сколько получите через 6 месяцев. В итоге будет 18. То есть сумму, которую за год мы узнали, поделить на 2. Будет 9 тысяч. То есть мы получим 9 тысяч, разместив депозит на 100 тысяч, сроком на 6 месяцев под 18%. Вариант второй. Сперва нужно узнать, сколько платят процентов за 6 месяцев. То есть у нас же есть 18% годовых. То есть 18 за 12 месяцев. А у нас срок депозита 6 месяцев. В таком случае для этого нужно взять 18% годовых. То есть 12 месяцев. И поделить на 2. Выходит 9%. То есть 9% банк платит за 6 месяцев размещения депозитов. Далее мы просто поставляем наше новое значение в формулу. То есть 100 тысяч поделить на 100 и умножить на 9%, которые мы узнали, которые за 6 месяцев. Тоже получается 9 тысяч. Если вы научитесь и поймете этот метод, вы научитесь быстро в уме просчитывать процент, который вы получите от суммы. И самый главный нюанс в этом всем, вам в первую очередь нужно узнать, сколько будет 1% от этой общей суммы. То есть общую сумму поделить на 100. И это вы узнаете, сколько, какая сумма в 1%. И тогда эту сумму умножите на то количество процентов, которое вам нужно узнать. К примеру, 18% или 9%. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Будем помогать вам в понимании данной темы. Уважаемые зрители, если после просмотра данного видео вы посчитаете, что данное видео было вам полезно, просим вас подписаться на наш YouTube канал Банковский Клуб, нажав красную кнопку подписаться под этим видео. А также подписаться на наш Telegram канал, ссылку на который вы найдете также под этим видео. Предлагаем вам уникальный сервис. Кредиты на основе вашего кредитного рейтинга. Мы проверим ваш кредитный рейтинг и покажем, кто готов вас кредитовать. На основе вашего кредитного рейтинга покажем список кредитов с одобрением в 92%. Ссылку смотрите под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok